Ну что же, вот мы и вернулись после небольшой рекламно-музыкальной паузы. Надеемся, вы взяли побольше вкусняшек, потому что продолжает быть у микрофона White и Fox. Fox, как у тебя делишки, как ты после первой карты? Да, замечательно. Всё замечательно, я готов смотреть дальше за дотой, за интересной. Ты знаешь, вот, мне кажется, за моё, так сказать, как это правильно назвать, самочувствие, за моё отношение, да, не надо так переживать, сколько за экзакрейшн, да, потому что первая карта показала, что драфт не сработал. Сейчас я думаю, что они уже с тренером, я, кстати, не знаю, экзакрейшн с тренером, играют на турнире или нет, посмотрю, как раз-таки сейчас. Обсудят, в любом случае, между собой, да, и должны как раз-таки другой драфт нам показать. Драфт уже начинается, поэтому можем потихонечку на них переходить. Ну а я, друзья, напоминаю о том, что вы, дорогие зрители, можете выиграть поездку на The International, можете выиграть GRC Gaming Gladiators или коллектива Tundra, а также можете выиграть iPhone, PlayStation 5 и другие ценные призы. Для участия в розыгрыше вам необходим билет, а как его получить, вы можете узнать по баннеру в описании, поэтому кликайте. Результаты будут 7 августа в телеграм-канале Paragon Events. Наслаждайся игрой, остальное за нами. А у нас все те же, ребята, это Undying, это Timberso и теперь товарищ Чен. Больше не выйдет со своим зоопарком хулиганить, но мы все прекрасно понимаем, что есть всегда альтернатива. Это Enchantress. Я тут недавно читал статейку про игрока, он говорит, если вы хотите поднять ММР, изучайте новых таких, более-менее, скажем, сложных героев, это Enchant, Чен, Enigma, то есть с самонами, чтобы была опция у вас подраться, можно было после смерти даже пакостничать. Ну, в принципе, почему бы и нет, действительно, все эти герои... В принципе, ты знаешь, эти герои, мне кажется, не только сейчас, они всегда рейтились, да, которые вот как раз-таки могут заниматься подобными вещами, поэтому почему бы и нет, и видеть их, в принципе, это абсолютная норма. Я вот сейчас смотрю информацию как раз-таки о том, кто там у нас с кем играет, чего, где, пока что в процессе. Могу сказать, что вот у TSM тренер MoonMinder, да, это как раз-таки игрок, который играл в составе раньше, а потом, соответственно, состав поменялся. А вот у Exacration я тренера чего-то не наблюдаю, возможно, даже ребята без тренера поехали. Это я не в курсе, скорее всего, без, раз не пишут на Ликвипеде, опять же. Ну, а тут у нас что происходит? Тут у нас, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, во-первых, Бруду сами убрали TSM, а во-вторых, ты посмотри, какие пики замечательные. Enchantress, висп-лишрак, комбинушка, супер мощная, жесткая. Как раз-таки в североамериканском регионе очень многие, скажем так, игроки команды любят использовать данную комбу. И вспомни Квина, который недавно пришел в состав Гладиатора, сменил регион, вот он как раз-таки очень хорош на Лишаке, это его Сигна, а раньше-то он играл как раз-таки в своем регионе, в Северной Америке, это вот оттуда пошло. Ну и ТБ. ТБ, который, в принципе, вроде как контрится Лишаком, да, Лишак неплох против иллюзий, но на слотах ТБ, естественно, его все равно может убивать. То есть это будет зависеть от того, насколько будет большой Лишак. Так что пока что интересно... Интересные пики с обеих сторон, и пока нельзя сказать, что вот, Бруда в первой стадии, это конец игры, а здесь такого нет, здесь еще все может быть. Ранное открытие Тераблейда меня немного смутило. Они все-таки показали свою небольшую сигнатурку в надежде, что будет ответка, и они потом, наверное, перекроют четвертым или пятым пиком. Мы видим то, что Пак и Прайвал Бист убираются, потому что Прайвал Бот слишком хорош. Ой, еще и с Эндерлордом. Опять же, этот халявный телепорт по всей карте никто никогда не отменял. Но тут, слушай, ответка у нас Дарксира, все так же не хочет она у нас выходить, не выпускает его попускать Сюдж, Леончик. Все максимально то, что мешает Тераблейду убивать врагов. Ну, в общем, да, убирают неудобных персонажей. Вот убирают еще Нагу, которая, в принципе, ТБ может перефармить и перебить. Ну, остается потенциально ПЛ, но вряд ли какой-то ПЛ будет появляться с Лешаком. Хотя мало кто его знает. Ну, вряд ли, вряд ли, да, еще и Свиспом. Такое себе сочетание. Вот. Пака Прайвал Биста убрали. ТСМ. Ну, это, в принципе, герои, которые могут неплохо работать. Я поясню просто сейчас, вот, Прайвал Бист, мы его часто будем видеть в банах и пиках, он сейчас будет популярный. Ну, мне так, по крайней мере, кажется. Потому что герой действительно изабельный. Ну, сейчас, если посмотреть по пабликам, после последних изменений, стал немножко более востребованным, в связи с тем, что какие-то герои стали слабее. Бан Эмбер Спирита, в пятом, соответственно, от ТСМ. И пик Бэт Райдера. Бэт Райдер тоже продолжает рейтиться. Почему? Потому что герой суперростко флексится на разные позиции. Это мы уже тоже обсуждали. Присоединение, я с вышесказанным. Я пока думал о следующем пике, об этом уже Шадоу Демон или все-таки Рубик у нас появится на самодпозицию. Визардж троечка. Уже, скажем, небольшая классика стала. Очень мощный герой на лайнапе. Плюс, опять же, Гаргулей появится этот парень. Ну, или птица, если быть более точнее, будет раздавать очень неплохо. Плюс, Энчантрас, они смотрятся всегда классно. Много замедления. И там, Сволос Амшен, если что, добьет бегающую цель. Ну, и опять же, по поводу Саппорта, мне прям очень нравится здесь Шадоу Демон. Или же, можно второй раз взять Рубика. Но только уже не для Ари. Вот не знаю. Пока что непонятно, куда именно Энча пойдет. Она может пойти на любую линию, да? И кого ты хочешь к Изоруну. Ну, в принципе, можно в теории. Но тут как будто бы можно что-то добрать против либо конкретно Лешака, либо конкретно против Виспа, который играет с этим Лешаком. Потому что, раз они отдали эту комбинацию, надо что-то против нее придумывать. Вот они взяли Визаджа и Экзакрэйшн себе на, скорее всего, тройку. Да, хотя, опять же, тоже герой флексится. Но мы, думаю, все-таки больше считаем, что это три позиции. И вот он... Ага. Снепка. Интересно. Это для Шанкса суппорт? Возможно. Не знаю. А может даже и вправду Медовая Бапуля. Есть возможность отбежать. Но из-под стана тоже вытаскивать. И, скажем так, это... Задел на то, что ты увидишь телепорт. И туда можно сразу Мортимер наливать. Встречать, как говорится, горяченьким. Много уважаемых залетающих. Ну и опять, пока не до конца понятно, что это Снепфайр у нас здесь будет делать. Если мы посмотрели на этот драфт, говорят, да, окей, появилась Снепка. Они предполагают, что это Медовая. Я тоже почему-то склоняюсь, что в центральной позиции Бабуля будет у нас набирать массу. Вейпнир. И через дэмэдж, дэмэдж, дэмэдж. Но вот что бы ты рассмотрел? Да вот не знаю пока. Появляется Андерлорд. Я пока не понимаю немножко распика от Экзакрейшн. Вторая карта подряд я не понимаю. Вот у ТСМ я все понимаю. Максимально базированные, простые, метовые герои. Все перекрывают. Все круто работает. Опять ТСМ, опять Андерлорд. Неважно, там Кассейн играет, Сиберлайт. Все так же остается. Вот здесь непонятно. Понятно, окей, ТБ, Керри, это очевидно. Это понятно. На нем будет играть у нас Паулес. А вот другие персонажи. Визаж, Снепка. То есть Снепку как будто ты больше хочешь видеть как Кора. Да? Но тогда возникает вопрос. Это Суппорт Визаж или это Снепка все-таки Суппорт? Непонятно. Как будто бы Снепка Суппорт. Но будет ли это работать? Непонятно. И ТСМ, посмотри, что делают. Да? Я говорил как раз таки на прошлой карте. Они взяли Андерлорда. И что сделали? Правильно. Забанили Рубика против Андерлорда. Гениально. Гениально и просто. Я все-таки склоняюсь, что универсальный Снепфайр вряд ли у нас будет здесь с Саппортом. Мид. Мид. Еще раз мид. Я вот в последнее время много форсу данного персонажа смотрю, как на нем еще отыгрывают. На Саппорте это должен быть минимум четвертой позиции, чтобы она гипотетически выходила в лейт, ну и там через Билл Шреддер разбивала лица. Тогда в этом есть смысл. А если она будет бегать, кидать Мортимер, там печеньку, знаешь, такой больший Саппортящий вариант, ну, она не такая сильная. Но Пангольер убирается, они все-таки предполагают, что Лешрак будет чистый кор, плотность, еще раз говоря, убивца на четырех копытах. А для себя, ну, Саппорт, я ожидаю какого-то героя, что будет разрывать Бэтрайдеру Лассо. Ну, сейчас посмотрим, да, может быть. Ну, Беттик опять, наверное, Саппорт. Да не, не, наверное, я думаю, что Саппорт. Панга подбанили еще по той причине, что оппонент забанил Сикера. Пэла тоже избавились от еще одного иллюзиониста, который может перебивать ТБ каким-то образом. Я также хочу еще для наших зрителей напомнить, что на каналах Дота 2 Прогон вы можете на разные трансляции прыгать. На Red Zone, где у нас сидят господа аналитики, смотрят, рассуждают, выбирают встречи, которые мы смотрим в серии. Также у нас есть еще куча каналов, соответственно, со второго по седьмой. И вы можете смотреть параллельные серии. И напомним, что предыдущие серии из первых самых карт у нас еще пока Liquid Entity играет первую карту. Aster выиграли Virtus.pro, TSM, мы смотрели на данном стриме, выиграли Execration на первой карте. Quest выиграли свою первую карту против OG. Secret выиграли Biscos на первой карте. Nine Pandas выиграли Extreme Gaming. И, соответственно, 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 мы сейчас смотрим за последними пиками на этой карте. Давай, твой предикт, кто это будет? ШД? Нет. Клопа. Ну, не знаю, все-таки Stepfire как support. Такое себе. Хотелось бы что-то поживее, что ли. Герой, который, знаешь, будет плеймейкером во всех его проявлениях. Ну, Queen of Pain, можно ответить на это, конечно, Windranger, хотел бы я сказал. И она там в теории TerraBlade может разобрать запчасти. Но это, опять же, тонкая игра, которая здесь вряд ли TSM нужна. Они возьмут какую-то плотность и будут давить-давить. Причем есть лишь рак. В теории, в очень глубокой, это был бы Nature's Profit. Либо Ликан для темпа. И просто снести их за 20 минут. Ну, не знаю, здесь игра не выглядит как за 20 минут. Сейчас посмотрим. На чем будет играть, получается, вероятнее всего Тимада. Что можно еще? Что можно еще отметить? Что можно еще отметить? Подрафт. Ну, вот ты говоришь, что на снэпке даже, если на суппорт хочется выйти в физ, да ты не выйдешь. У тебя задачи обычно другие по игре. Если игра там суперсильно. В этом-то и проблема, да. Да-да-да. А снэпку действительно хочется выйти в кору. Ну, может быть, это визаж-суппорт. Мы же мало смотрели, в принципе, за экзакрыш. Конечно, они давно не играли. Они даже на Дремлиге на той же не смогли участвовать на последней, если помнишь. Поэтому они играют как раз-таки плейнг. Сейчас их место заняли BB Team в тот раз. Вот. И, соответственно, на Бали Мейджере мы не видели их выступления, потому что у себя в регионе они выступили похуже. Уже появляется не самый популярный герой, но как будто бы не самый плохой для данной игры. Это Faces Void для Тимада на позицию Керри. Брайл, естественно, на Лишаке в миде. Но тут все понятно. Ари 4-ка бетик. Вайт Монт будет играть на пятерке в Веспе. Разбирают также героев у нас экзакрышн. И, действительно, это Шэнкс, или же Шанкс, наверное, все-таки правильно, герой из аниме. One Piece есть такой. Понятно. Вот оно где. Вот, да. Снэпфайр действительно суппорт. Слушай, ну, как будто бы 2-0, если честно, по драфту. По драфту так-то да. Если экзакрышн опять не смогут что-то сопоставить на лайнапе, то ребятам явно будет светить только солнце над головой. Как минимум в этом Best of 2. Но мы будем верить, надеяться, что у нас, слушай, не будет разрывного счета. Там 2-0, все однокалиточное. Но, судя по предыдущей игре, тут хотя бы герои, знаешь, такие похожие, которые могут выиграть в доту на всех стадиях игры. А в зависимости от того, какие они еще будут собирать артефакты, то все может поменяться. Да, да, не знаю, опять попеку, честно, лучше. Вот кажется, что экзакрышн есть потенциал хороший. Но они каждый раз как-то на драфте делают себя хуже. Ну ладно, может они линии сейчас круто отстоят, может они круто реализуют визаджи, может они смогут задавить, и потом этот ТБ пойдет давить. Не знаю, но пока что не выглядит как победа. Друзья, ну а мы что можем сказать? Что мы сейчас с вами отправимся смотреть вторую карту данной Best of 2. Это, если что, не последняя для нас с Алексеем на сегодня серии. Мы посмотрим потом еще одну. Ну, также смотрите расписание, можете смотреть этот турнир и на других каналах, но обязательно оставайтесь с нами. Вот. Ну и также хочется сказать о том, что участвуйте в розыгрыше, кликайте, там у нас в описании есть ссылочка. Да, можете выиграть поездку на International. Ну а мы что, погнали смотреть вторую карту Win the Line, Win the Game, как говорится. Будем смотреть за линиями, будем смотреть Рубилова крепко. Я надеюсь на это, потому что есть визадж, да, есть и другие интересные герои. Я люблю смотреть игры с визажом. Надеюсь, команда сможет его реализовать и показать хорошо. Ну, игры с визажом для меня это, знаешь, что-то все-таки из прошлого, когда были несколько игроков, такие как Клил, да, ворвались у нас, визажом раздавали очень неплохо. Как многие люди тоже стали присматриваться к данному персонажу в целом, как корпозиции. Мы видели, как ребята у нас из СНГ хорошо раздавали, но все со временем становится под контролем. Ты находишь героя, ему находят антигероя, либо артефакты, которые способны выключать. И вот такая вот закономерность работает от патча к патчу, но минимальные фиксы дают нам надежду на лучшее. Это да. Ну, согласен, визаж это что-то вот больше про... Для тех, по крайней мере, кто смотрел доту раньше, в смысле, кто за дотой давно следит, вот, скорее больше про них речь идет, когда про визажа говорят. Но так или иначе, сейчас тоже герой популярный и юзабельный. Просто визаж это именно, знаешь, такая некая активность на линии, потому что прокачивается уже, кстати, со старта. Вот мы видим, что у Тина прокачан спелл, салон сапшн, и за счет этого можно действительно размениваться по хп, и много дэмэджа наносить. То есть это прям всегда какой-то, хотя бы минимальный замест на линиях. Вот речь об этом. Поэтому ждем чего-то подобного. По крайней мере, яжного. Посмотрим, борьба за руну, шанс уже здесь, посмотрели, бочка неплохая, можно подзамедлить и размять бабулю. Отправляется они бездоказанно, все полюбовно поздоровались, варды особо никто не спалил, видим то, что сентри вард поставили на опережение, но не угад с местоположением вражеского глаза. Но андерлорд, стик уже есть один, и это хорошо. Это замечательно. Так, ну, не знаю, по линиям не стали ничего придумывать, действительно. Да, тбнча, здесь у нас бетик. Андерлорд, как будто бы для них линия крепкая, но тб тоже, в принципе, не должен страдать. Посмотрим, как войдь себя проявит. Если что, тимады это супер-вуд. Опытный игрок на вайде, и мы видим это по левелу дота плюс, у него мастер, или как он там, по-моему, мастер или дентмастер, я не помню. Короче, топовый левел вайда, 30 левел дота плюс. Вот. Но снэпка, на самом деле, снэпка в сочетании с визиджем неплохие герои. Почему связки именно? Потому что снэпка с катербластом носит бёрст, да, заряжает как раз-таки, помогает с фолла-сампшен, и можно бить. Но, 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 ты смотришь на линию ТСМ, и такое ощущение, как будто их устраивает это абсолютно. Почему? Потому что войд может пополнить всегда себе здоровье тайм-волком. Есть висп, который тоже его хилит. И самое главное, что они вдвоём как бы не бёрстят, не вносят очень много демеджа. То есть, по сути, весь демедж будет идти только от экзекрейшн. О чём я говорю? Почему я про это говорю? Потому что не будет так эффективно заряжаться с лон-сампшен, второй спелл у визиджа. И как будто бы эта линия висп и войд, она действительно может очень круто работать. Ну, мы видели, как через грейпшилд играют. Очень много урона физики наносят с руки, бить, бить, бить. Понятное дело, что висп чувствует себя неплохо, комфортно. Демада будет страдать гораздо-гораздо больше. Много ресурсов не хотелось бы отдавать на перекачку хеллспоинтов. И шансу нужно подловить этот моментик, размять демада, потом подстанчик, агрессивно запрыгнуть и, возможно, можно, слушай, прострелить его. Где-то на третьем уровне я ожидаю какой-то такой агрессии. Потому что звучит всё в теории очень даже логично. Но пока висп подошёл, вот здесь можно и поагрессировать. Можно, можно, действительно. И пока что не хватает, как будто бы даже вот этого виспа. Войду. И сейчас надо уходить, да. Ну тут грамотно уходить. Не, ну должны и должны доминировать здесь визиджа снэпка, потому что герои очень сильные. Оба героя, я напомню, универсалы, да, и как бы, ну... Они сами по себе просто на линии очень крепкие и неприятные. И посмотри, как Паулса в топе пробили. Очень сильно, очень сильно пробили. Приходится как-то восстанавливаться, перекладывая танго. Абинг. Вот, сейчас будет делиться со своим кором. Ой-ой-ой, Паулс! И пауза. Тактикал пауз. Гоу. Микрофон, говорит, небольшая сложность с ним. Абинг здесь никак не может помочь. Он даже светлячков качал для того, чтобы можно было хоть как-то зарегенить, не потратить ресурсы, там чуть-чуть ванны отдал, и ты уже чувствуешь себя комфортно. Но и этого даже не хватает. Справляется пока неплохо, ребята. Искоррективы ТСМ продолжат так же нагнетать обстановку, ну и смогут убить. Здесь Абинг. У него очень мало холспоинтов. Энчандрис это герой, который немного хп имеет. Да, в 648 за счет двух цирклеток. Так. Паулс на развороте под метаморфозию. Самарий почти убьет. Да, тычка долетает. Никак не можешь здесь Андерлорд постраховать. У Паулсу нужно отойти. Не хотелось бы еще просесть на ресурсы. Ну, Тайминг, ты говоришь как раз то, что его должны забирать. Да вот как бы и нет, потому что Nature's Attendance прокачивается. И все, и выхиливается. Энчандрис. Ты знаешь, вот метаморфозис потраченный. Как будто бы когда он закончится, там опять смогут напрягать очень сильно. По крайней мере по крипам. Андерлорд за счет фаерсторма, за счет атрофиауры должен сильно душить. И вот она, кровавая гранатка, снова залетает. Опять Паулса пробивает сильно. И опять очень неприятно. Опять его держат мало хп на этой линии. До пятого надо дотерпеть. А там и лес не за горами. Можно будет зайти, пофармить спокойно. Чандрис там на экспириенсе подстоит. Нужно тоже получить свой какой-то седьмой левел, чтобы импетусы были уже пожирнее, повкуснее. Но ребята снизу продолжают нанитать такую, скажем, легкую обстановку. Никто сильно никому не уступает. Видим то, что фейслесс война. Скрепста там все, ну, пойдет. Как бы добил 14 уже замечательно. Не погиб ни разу, вообще дабл круто. И взял себе еще инфюсорный дропы. Так что убить здесь данного представителя команды сил света проблематично. Ну, главное у экзакрэйшна, что визаж все-таки работает. То есть действительно сильный очень на линии. Опять же, почему такой сейчас сильный? Потому что универсал. И если раньше визаж, например, на старте был силен только за счет своих способностей, нюка, то сейчас он и с руки очень неплохо пробивает. Поэтому как бы лейнер-то визаж сильный. Еще и со снепкой, да? Про то, что я говорю уже. Скаттербласт, печенька, какой-то бёрст. Бафающий, опять же, второй спелл того самого визажа. Так что да, линия рабочая, крепкая. И свою задачу они выполняют. Они давят этого вайда. И войк как бы, ну, не возникает, но он все равно при фарме. Поэтому, поэтому у Тимада все будет круто на этой карте, мне кажется. Во, Брайл. Ах, битва фэрифариков. Ну и Тэшка, конечно, посмертно отдает немного денег для своего четырехногого товарища. И в итоге разменялись. Так, скажем, не совсем в лучшую сторону. Квапа получила экспириенс, а это большой буст. Кассейн на топе. Паласа все еще пытается размять. Подтянется Ари. Бочка полетела. Файршторм. Налили здесь и выживает, потому что стики не контрятся. Да, стики на линии против андроуды. И Беттика, которая спамится по ламе, очень эффективно работает. Но все равно он был близок к смерти. И очень неприятно такое играть. А ты вот представь, у тебя такая линия в топе стоит, которая сильно так напрягает оппонентов. А у тебя еще кирисикер. Он же постоянно будет бегать под пассивкой. Так, в топ притягивается Шанкс. Палас прожимает вентаморфозу. Кассейн понимает, что он никуда не уходит. Потому что Беттик ушел. Да и Беттик на самом деле бы и не помог. Ну и вот она потрачена на метаморфоза. Но не впустую. Фраг забирает себе Террорблейд. 30 на 10. У Андерлорда так-то, да? АТБ имеет 21 на 8. Так, чуть-чуть подденайло. Но оппонента крипчиков. Но это не сильно скажется как-то на экономике. У нас Визордж. Быстрый. Солар Крест пробивает со своими фамильярами. В дальнейшем будет и ФСЛ Свойда. Для любого, в принципе, на карте. Подтянулся Виз. Размяли здесь Боба. Если что, Шанкса по цели будет стоять. Шестой уровень имеется. Очень легко можно фармить лес. Если подстаковать, то вообще будет замечательно. Был бы Хроносфера, они бы и забрали снизу товарища Тина. Они, наверное, просто хотят зайти сейчас под станди широко разыграть. Или пофармят лес вдвоем. А тут стаки есть, поэтому пофармят. Да, да, да. В первую очередь это фарм. Как раз таки Визп у нас играет здесь не с Вайдом. Он играет как раз таки с Лешаком. Это под него герой. Это связка. Комбинушка, так сказать. Поэтому да, они будут просто близко бегать, качаться, фармить. Выход на Тина. Вот он. Тина осталась на этой линии. Лучше бы не оставался. И еще и фраг дарит на этой линии. То есть, как удобно ты представляешь, они пришли пофармить, еще и параллельно героя убили. Великолепно. Ожидаемый такой выход. Я бы сильно удивился, если бы не знал, как дота в принципе работает. Мне нравится то, что она стала, знаешь, ультра активной. Если ты даже делаешь огромное количество фрагов на раннем этапе, в дальнейшем это можно откомбетчить. Если не погибать дальше по 3, ну или по 4 игрока. В общем, видим то, что 2000 это не так уж много для 8 минуты. Все плюс-минус фармят. У Вайда 2800. У ТБ недалеко ушел. У него трешка. Но за счет, опять же, иллюзий будет набирать неплохо. Что у него по раскачке 1, 2, 2. Ждет. Вдруг будет нападение. Можно Сандар вкачать и уже дать какой-то отпор. Но суммарно мы знаем то, что в перспективе Фейс Ласс Войт всегда в лидирующих позициях. Да ему главное фарм свою получить, да. Опять же, в затяжной игре Войт, наверное, сейчас один из самых сильных героев. Еще в связи с тем, что понерфили того же Марфа, Дузу. А Войт, да и тогда был неплох. Почему? Потому что если он свой фарм набирает, его задача просто поставить лейтгейме хроносферу. А то и две. И как бы любой герой умирает. Да. Да, вспомни, опять же, как те же Team Spirit доступали. И как они вылетали с турнира против того самого Войта. Как раз играли против коллектива, где он на 23 сэвэдж на Войте расхаживал. Так, а тут, да, снова перетяжка. King of Pain на все раз перетягивается. Забирают уже... Который уже второй раз. Забирают, да, у нас... Underlord'а, ну и немножко вышку здесь подпушат. И Шанкс тоже перетянулся. Ну, молодцы, молодцы. Execration, видишь, довольно-таки активно играют. Но! Большая проблема, ключевая в том, что Тимада в этот момент будет хрипов. Лешак в этот момент качается. И самое ужасное то, что у Лешака все великолепно. Ну, так и должно быть, в принципе, да. Если пару удачных каких-то моментов получится сделать на карте пиковов, то есть получится у Лешака там выгодно подраться, сделать там пару фрагов, может быть, больше. Он будет и дальше, и дальше по фарму скилится жестко. За счет Веспа. И просто в один момент пойдет и... Ну, всех уничтожит. Я не знаю, его здесь останавливать можно только богатым ТБ. А как будто бы против ТБ у тебя и фойт есть, и Underlord неплохо работает. Поэтому, опять же, вот вопрос к драфту. Не знаю, мне кажется, что ТСМ на обеих картах просто лучше напикали, и поэтому у них такая комфортная игра. Я еще оптиматически смотрю за драфтом Execration. Вот ты сделал на этом акцент. И инициатора как такового-то нет. Вопа может залететь, Арминг здесь ошибается. Зашел в свой лес. Вроде бы как погулять. Ну, а здесь тебе, пожалуйста, молния в пятую точку. Но бог, контр-инициация. Все еще Арминг живет. Есть танчик от Кентавра. Здесь Каттер Бласт. Вынужден отойти. У нас Лишак и потратили релокейт. Будут дожидаться здесь товарища Веспа. Сейвить его вряд ли уже будут. Поставили еще и вардинг. Шикарно, чтобы не улетел. А нет. У нас трак внизу на Тимата. Решили перевести свой взор. Вообще зря остались. Потому что здесь Лишак-то остался до сих пор. Он может всех убить просто под этим Веспаун. Да, поэтому минус. Одна контакта. Да, да, да. Вот ты сказал, что еще ошибается тут. Инчата на самом деле Лишак немножко ошибся. Брайл промахнулся с танчиком. Так бы они убили бы очень быстро эту ничью. И ничего бы этого не было. Но неважно. Инчат все равно умерла. В топе заставляет потратить пауса Сандер. Кассейн. ТП-аут. Печенька. Квапа. Слушай, как же они душат этого андерлорда на этой карте. За всю боль. С прошлой карты ему отвечает паус на этой линии. Вот. Но окей. Потеряли опять Андера. Но он все равно, посмотри. Вот он умирает уже. Какой раз? Третий раз. У него все равно все как будто бы не так уж и плохо. У него андворс по-прежнему отличный. Он давит, продолжает эту линию. Пока ТБ отсюда не уйдет. А как только ТБ отсюда уйдет, линия будет спушена. Параллельно в виде у нас вон. Да, ничего. Забрали и вышку пушат под катапульту. ТСМ. Я еще хотел бы, наверное, сделать небольшой акцент на Enchantress. Раскачка очень интересная. Вроде бы у тебя должен быть минимальный зоопарк. Но эта работа была, знаешь, в виде медика. Ты ходишь, хилишь ТБ. Потом возвращаешься. Опять хилишь Тераблейда. Возможно, найдешь Крипа. Снова хилишь Тераблейда. У нас тут уже ребята заходят по Т2 Tower. Ничего не стесняются. Здесь Боб никак не может засейвить. То есть не совсем привычно наблюдать за такой Enchantress, который, знаешь, даже не позицию 5 занимает, а больше шестую. В роли лекаря. Ну, ты знаешь, что я ничем не хочется быть лекарем, согласись. Это правда. Так, немножко криво прожимай. Подожди, там ТСМ криво, кнопки прожали. За счет этого Тина до сих пор живет. Ну ладно, все равно заберут. Слишком много героев. Там Прайл уже с Бладстоуном. Ну, это не честно. Ладно. Подожди, а что здесь Палас делает? Ну, фоткает, по всей видимости. Палас реально пришел на сафари какой-то. Только здесь тигры оказались. Или львы, не знаю кто. Поэтому, по-моему, большие проблемы с тем, кто ТБ. Прожимается рефлекшн. Есть хроносфера у Тимада. Да они без хрона его заберут. Просто лишь шаг сожжет. Я не знаю, чего делают экзекрейшн. Мало того, что у них драфт. Ну, мы уже обсудили. Несколько тысяч раз сказали о том, что выглядит, ну, не как самый подставительный на этой карте. Так они еще и по очереди просто подставляются и фидят. Ну, как так, ребята? Еще бабуля пришла. Шанкс, возможно, что-то нес. Пока только счастье для коллектива ТСМ. Я вот согласен с твоими словами. В чем стала проблема дальше бить крипов, а потом, возможно, подраться 5х5. Один, второй. А вот про ТБ я уже ничего не хочу добавлять. Потому что это для меня огромная загадка. Как можно было оказаться в нижнем портале. Возможно, он хотел зайти, знаешь, спину с иллюзиями, под метаморфозией, что-то дать. А давать-то уже не в кого было. И в итоге экзекрейшн не то, что, знаешь, позицию потеряли. Они еще сбили сами себе темп. Уже небольшое преимущество. Есть в виде 2000 голды у коллектива ТСМ. А экзекрейшн все еще в неудели. И напомню, что энчатрис это герой, как по мне, темповый. У нее, знаешь, гиперлейт есть в теории. Там после 50-й минуты. С пикой, там с МКБ, с Эканимом. В общем, раздавать очень хорошо. А вот на такой стадии лейнинга, она, ну, не очень-то полезная. Да, дело даже не в гиперлейте. Энча это герой, с которым ты хочешь выигрывать линию. Для этого Энча и берется. А проблема в том, что линия проигрывается. Вот в чем суть. Ну как проигрывается? Ладно, ТБ свой фарм получил? Получил. Согласен, окей. Линия не то, чтобы проигралась. Но герой, по сути, сейчас становится бесполезным. А ТБ при этом умирает. То есть это вопрос реально либо ко всей команде, либо к игроку на ТБ. То есть он полетел в ввод через парный портал, где у него нет вижна. И что самое смешное, у оппонента там вард стоял. То есть его еще и увидели на этом варде. Может он думал, что там вижна, нет, не знаю. Зачем туда было лететь? Непонятно. Очень непонятно. По итогу они и вышку в топе отдают. И лишних фраков парочку отдали. И продолжает с неимоверной скоростью получать фарм под виспом Лишак. У которого еще и скоро Юл планируется. Он принимает такое решение в данной игре. Чтобы под Юл можно было сетапить. Чтобы мессы было побольше и так далее. Не самый, наверное, частый артефакт сейчас на Лишаке. Но с другой стороны, а почему бы и нет? И как будто бы, не знаю, карта под контролем ТСМ. Вот что можно сказать. Хотя в начале было весьма все неплохо. Поймали здесь энчантрис. Опять же она стояла с Элварди. Все раздевардили. Обезопасили территорию. Боб вынужден отсюда ускакать свои Кейн оф Пейн. Темповых персонажей много. И визаж есть, и энчантрис, и вопа. Бе, не хочу оппонентов. Но и в итоге, не скажу, что прям Ctrl-C, Ctrl-V. Он очень зеркальная карта, которая была буквально 20 минут назад. Ну, похожести есть. Да, только проблема в том, что, например, вот у Буба было все неплохо на Эмбре на той карте. А здесь мы видим, что огромный Брайл на Лишаке против этой Квапы. Проблема Квин оф Пейн как персонажа в том, что ты либо доминируешь жестко в меню, либо активничаешь по карте, но ты не настолько хорош в фарме. И проблема в том, что активности нет какой-то от экзекрейшн. Квапа проседает по фарму. Лишак при этом визави оппонент по линии огроменный. А здесь у нас Боб подставляется, да? Или что у нас тут? Там в боте драка еще могла быть. Наверное, сейчас должны забирать его. Они нашли Квапу, но слишком долго бегали. Там почти целую минуту. Побоялся в ханосферу он ставит. А вдруг не попаду. Оставлять Квапку на 2 минуты в калдауне тоже неприкольная опция. Ну, я согласен с тобой, что тут не хватило вот этого задора. Задело с самого начала подраться. Здесь Кассейн. Здравствуйте. Говорит ему. Первый игрок, второй. Станы промахнулись. И, по-моему, все. Питов мались. Уже ребята сюда телепортируются. Тераблейд зашел. Кассейн разминировать хотел бы здесь. Я сказать, его просто бьют всеми ногами. Пока не стоит ханосфера. Неплохой рефлекшн. Подловили у нас Тераблейда. ТБ, по-моему, сейчас отправляется отдыхать. Да, заодно Лосоев убивает. А Бэнк все еще живет. Есть, конечно, Тача был. Но это никак не спасает ситуацию. Там, если что, вроде как игровой момент закончен. Поясню. Кассейн на Андерлорде, он мог улететь. Он сам себе отменил, чтобы подраться наоборот. И поставил портал для тиммейтов парный. Не парный портал, точнее, Финсгейт свой ультимейт. То есть он хотел, чтобы на него напали. И они подрались. И, в принципе, он своего добился. Они забрали вражеского кора. Все круто. Также подцепили к лапу, подстан Лишака, убили. Ой. Вот, слушай, играли бы слева Гладиаторы. А справа, например, не знаю, любая топовая команда. Вот любая, абсолютно любую назови. Гладиаторы бы, мне кажется, уже бы выиграли. Если честно. Ну, потому что... Ты, это представь, что... Вот представь на секунду, что это не Брайл на Лишаке. Хотя Брайл хорош на Лишаке. Здесь бесспорно. А представь, что это вот Квин на Лишаке играет. Который выиграл пять. Ну, не знаю, Брайл получше смотрится. У Квина, знаешь, пик такой, вот он любит сам подраться. У него, причем, айтем билд, наверное, самый выходящий за шаблоны. Там Брудмазер у него постоянно с Пайпером, каким-то самим бегает. Он может собрать хекс на любого героя. То есть этот игрок, он универсален. Как-то по-своему. А здесь Брайл, он такой посмотрел, говорит, ну, почему бы нет. Вот так все работает. Можно взять, дополнить еще опцию. Типа, блин, вот ты подмечал Юла. У него чуть-чуть больше наращивать доминацию. Если они продолжат так еще минут пять играть, то, я думаю, мы второй ГГ увидим. Ну, да, да, да. Да, не знаю. Не знаю. Да не, ну просто Квин это топовый Лишак, наверное, сильнейший. Поэтому я так говорю все-таки. Но Брайл, я опять же, нисколько не умолею за слуг. Лосов, крипа, Атари, что? А, в иллюзию, видимо, ТБ он дал. Не в того ТБ нажал, короче. Но это не важно. Это не важно, потому что опять ставится Финсгейт. Опять прилетает у нас ТСМ. У них драфт супермобильный. Бэтрайдер мобильный. Андерлорд мобильный, делает мобильный всю команду. Визг делает себя мобильным плюс одного героя. Войд, который тоже герой мобильный. Какой же у ТСМ действительно получается сбалансированный пик. И какой же топорный в какой-то степени получается экзакрейшн. С учетом того, что они взяли этого визаджа. А по итогу герой просто бьет лес. Квин оф Пейн, который хочет играть активно, бьет лес. С билдом Вич Блейд, Фалькон Блейд. Ну как играть? Как играть? Что делать? В миде подцепили. Квапу, подстанчик, бэти подходит. Но лассо кое-кто до этого профукал. Поэтому дам. Квапу здесь не заберут. Не потратил, а отправил в колдал, чтобы не было вопросов. Почему у тебя кнопка не в кд? Проверливо. Тимада, здравствуйте. Вышли ребята, поздоровались. Визаж, он такие, знаешь, артефакты больше на команду собирает. Там пай, барабаны. Есть лоркест, который в теории должен был помогать на ранней стадии, чтобы они дрались через фамильяров. Ну и в итоге, ты смотришь, у тебя по вражескому лесу бегает козел вместе с летающим шаром. А ты идешь мимо, на свою электричку, в мид, чтобы пофармить крипов. Они, наверное, не хотят драться. Не, подожди, подожди, подожди. Они сразу кого-то найти? Это смоук, да, конечно, конечно, они убить кого-то хотят. Проблема только в том, что через 10 секунд релокейт, финсгейт через 20 секунд. Опять на косейна нападать, что ли, хотят? А, нет, нашли ария. Но это суппорт. Какой себе. Так, там, косейна возменяли тут. Ну, слушай, заберут. Хроны? Пока хроны не... Не-не-не, рано, рано, рано ждет, ребят. Вот сейчас поставил. Вроде бы ТБ могут забрать. Нету демиджа. Траблайт выживает. Палас должен на развороте сейчас раздавать. И напросил крепко там все. Отжигает у нас Брайл. Много демиджа дал. Палас получает станчик. Все еще выживает. Они могут немножко отойти. Попробовать на развороте Брайла здесь размять. Много урона. Абис прилетел сюда. Подзахилил Брайла. Брайл раздает очень много урона. Надо сделать что-то с энчантрес. Сенчантрес, по-моему, сейчас сгорит на работе. Боб вынужден отступить. Он хочет как-то помочь команде еще. Есть печенька. Погибает у нас энчантрес. Паласа тоже здесь зажали. Нету Сандера. Разбили ему лицо. Шанкс остался один. И бабулю хлыстом вот так вот подзамедлили. Да, это бред какой-то. Насколько же поломанный Брокен просто герой Лишак. Ты понимаешь, что он трижды потратил всю ману и трижды ее восстановил в этом файке за счет Веспа и Бладстоуна. Это что-то ненормальное. При том, что, честно, вообще вот это вот начало, переходное, типа вот эта драка, там в виде у нас опять по пупу цепили. И у деможек, кстати, очень много. И что здесь сделал Боб, я не понимаю на таком маленьком количестве ТКП. По-моему, к The Creation уже поплыли на этой карте. Хотя мне кажется, что они вообще пылут по всей серии, судя по драфтам. Но это реально вопрос их к The Creation. И еще раз, да, у TSM начало драки, которую мы увидели до этого, оно было ужасное. Они криво все нажали. И, казалось бы, в The Creation есть шансы. Но этот Лешак, это что-то, ну, это что-то невероятное. Три раза герой потерял ману. И восстановил ее просто во время файта. Он просто дерется и восстанавливает ману. Как играть? И вот я смотрю на драфт Экзекрэйшн, и то, что я на драфте говорил. Надо что-то, что будет против этого Лешака и Веспа. А по итогу у вас нет ничего, ни против Лешего, ни против Веспа. Ну, что у вас есть? Что? Какие герои? Покажи мне. Только ТБ? Но это не работает так. В итоге ни один кора у Экзекрэйшн не работает. Я не понимаю, чего они хотели. Я не совсем понял, почему выбрали бабулю как саппорта. Если с Enchantress мы уже давно определились, что она должна была сделать, какие мувменты и, в принципе, ее характеристики, то вот Snapfire, знаешь, выпала куда-то. Потом Visage тоже там собрал свои артефакты, но применить их просто не смог, банально. У них примерно такая же картина вырисовывается, как и на первой локации. Они что-то поборолись. Здесь даже лучше получилось у Экзекрэйшн, но первая драка. Потом ты видишь, что они начинают погибать по одному персонажу. И все. Возвращаемся к тому, что Тим ТСМ берет, знаешь, все борозды в свои руки. Да, ты знаешь, я бы даже не сказал, что у них лучше, чем на прошлой карте, потому что на 22-й минуте отставание такое сильное. Да, понятно, там дум был, но все же. Кстати, Брайл сейчас солофраг будет делать на Шанксе. Зря, кстати, Юлл потратил сейчас, наверное, или заберет хосту. Не, не зря, нормально, нормально. Все хорошо, сбил Брайл. И Тим Ада подошел на фраг забрать. Мое, я Керри, дайте мне. Вот. Я так смотрю, по такой игре, как будто бы Тим Ада мог даже и Мьёльнир не покупать. Точнее, ну, покупать, естественно, но мог Нимом, там, не знаю, Мидас вообще купить, потому что он просто всю игру бьет крипов, подтягивается, ставит хрон, а потом опять идет бьет крипов. Ну, вот опять та же история, да, что и на прошлой карте. Вот я рассказывал про то, как просто играл в Доту, вот то же самое. Ну, а тут, ты говоришь, лучше, не лучше. Я смотрю на этого Лешака, нет, нет, Леш, не лучше. Я понимаю, что этот герой под веслом всех убивает один. Ой, это правда сжет глаза, как Брайл на своем портокопытном. Опять этот диско-шар возвращается в Доту 2. Я очень сильно припекал от него, когда была его целая эпоха. Ну, вот. Мне кажется, опять же. Висп всегда был популярен, мне кажется. Нет, Висп, да, тут бесспорно. Но на нем нужно, правда, уметь играть. И на профессиональные игроки видим то, что имеет очень много поинтов, как его использовать. Ну, и правильно ты отмечал, что не было конкретного персонажа, который законтролит. Вот такие вот врывы неожиданные. Иногда ты готов увидеть Вич-доктора с касками, там, с проклятием. У нас здесь еще и Траблейдов поймали. Почему, Павлов, что ты тут делаешь? Улетает. Нет, Юл, куда, зачем и почему? Они плывут. Они просто плывут. Мне кажется, они просто все уже, они уже не играют. Пауза, какая-то смышка там, проблемы. Ой. Грустно, грустно все. Очень грустно. Ты говоришь, он Лешак выжигает там глаза. Там не только... Если бы только глаза выжигал, там он все выжигает. Ой. Да. Ну и артефакты, я смотрю. Пожалуйста, Сеншкай уже приехала. В Виспу особо многое не нужно было. Косейн, как всегда, плотный. У него куча-куча артефактов, которые помогают команде. Еще и Климстон Гвард. Прилетает, а у Тераблэда только Монтастайл. Ну и опять же, второй раз за 20 минут он почему-то в соло находится на вражеской территории. Может пойти Рошанчика забрать? Через минутку там, ребят. Вроде бы возможность это появится. Здесь Ари дал информацию. Бочка полетела. Священный Пенделик придает у нас скорости Тина. И Тина улетает. Хотел бы я сказать, но здесь на опережение у нас Косейн. Битов Малис, туда же. Насыпали фаер-шторм. Амин подтянулся. Печенька. Всем селом бьют визаджа. Есть еще помощь от Тимада. Погибает визаж. Не дают Тина хоть что-то сделать. И бабулечка. Не улетела. Да и круто. Кстати, вот хочу отметить про Юла. Я говорю, как же здесь хороший Юл. Он так много... Этот Юл с лихвой был оправдан. Очень много чего этот Юл дает в этой игре. Поэтому Юл вообще топчик. В плане билда вопросов ноль. К правилу. И вот смотришь ты эту вторую карту в данной серии. Да и в целом серию. И думаешь, это ТСМ так хороши? Или это экзакрэйшн не настолько хороши? Мне кажется, что все-таки больше второе. Учитывая, как я оценивал игру ТСМ ранее. Потому что, честно говоря, мне не очень нравится, как ТСМ играет. Но относительно, опять же, топов. Понятное дело. Все-таки мы смотрим крупные турниры. Я от Мастерс. 2023. Но да, экзакрэйшн реально много вопросов. Вот видно, что команда... Понятно, что это пока первая серия. В первой серии бывает, опять же, всякое. Что угодно буквально может быть. Но все-таки видно, да, что вот команда, экзакрэйшн, которые долго не играли. Мейджор последний не играли. Дримлигу до этого не играли. Не смогли поехать получить визы. И видно, что у команды вот как будто бы практиса не хватает. Это же все тоже сказывается очень сильно. Вот что-то не то. А вот есть еще вторая сторона. Я вот как раз сейчас думал. А у тебя же времени было подготовиться. Посмотреть. Возможно, какую-то наработочку для себя придумать. Драфты, они с одной стороны неплохо начинаются. Ну, а заканчиваются очень интересными моментами. И как реализовывать это? Может, они сами до конца банально не понимают. Они говорят, вроде бы есть урон. Можем вначале доминировать. Там где-то немножко зажались. Тут что-то не получилось. И в итоге, знаешь, темп, который они хотели сделать на шаблоне, полностью выливается во что-то иное. Ну, да, главное, чтобы... Ты знаешь, им вот такой игры... Ладно, они в любом случае, пусть не победа, но они получают практис очень важный, который им сейчас нужен на этом турнире. Потому что потом им играть квалификации на The International в своем регионе. Друзья, ну а вы тоже можете попасть, наши дорогие зрители, на International. Вы можете выиграть поездку, Нейт. Вы можете выиграть Джерси, Гейм Гладиаторс или коллектива Тундра. Вы можете выиграть iPhone, PlayStation 5 и другие ценные призы. Но для этого надо кликнуть по баннеру в описании. И, соответственно, результаты 7 августа будут в телеграм-канале Paragon Events. Наслаждаясь игрой. Остальное за нами. Друзья, пользуйтесь. Пользуйтесь, участвуйте. Аббинг, аббинг, аббинг. Я знаю, что он здесь делал. Он сперва постоял у нас в двойке. И убежал. Ну, развлекает, развлекает оппонентов. Заставляет их как-то погоняться. Слушай, вообще урона ноль. Кассейн рядом идет, смотрит. Делает, наверное, фотку совместную. Говорит, потом выложу. Всем поделюсь. Ну и продолжая доминирование на линии. Мне кажется, мы ждем только выход на Рошана. Заход на Т3. Потому что Траблейд, конечно, нафармит. К тому моменту себе Скади. Есть Монтостайл. Но жить в Краносфере банально не дадут. Ну, слушай, не получилось тут, я смотрю, фамильярами у Визажа, либо забрать Рошана, либо как-то Аегис, не знаю, поломать. Но и не получилось бы. Понятно. На самом деле, экзекрешен пытаются, пытаются. Видишь, они не сдаются. Они растягивают карту, они сплетят линии, толкают. Эта квапа прыгает, бегает туда-сюда. Да, Инчана себя много времени перетянула, заставила, да, побить ее немножко. Но так или иначе, сейчас Аегису появился Лешака. Я смотрю на этого Лешака, 21 тысяча Нетворца уже почти на 28-й минуте. Как остановить этого, это существо, этого оленя? Или, как ты говорил, сегодня козила? Я даже и не знаю. Тут уже доход на сторону, на только, на 28-й. У них, кстати, две Шивы появятся. Одна у Лешака имеется, вторая у Андерлорда. Не знаю, почему он не выбрал на самом-то таки раз. Для более ожесточенного пуша. Да и, в целом, и то, и другое будет круто смотреться. Две линии одновременно пушатся. Парни не понимают из экзекрэйшн. Что лучше сделать? Ну, они скооперировались вроде бы как на топе. У Шанкса есть ультимейт, но ты можешь его дать. Так, знаешь, попугать. И квапа может дулать, но и в итоге никого не сдует. Получается, однокалиточная сторона. И она уходит в плюс для Тим СМ. Так, тут что-то телепорт Брайл потратил. Ну, ладно, у него трвл-а есть. Короче, да, вторая сторона сейчас будет падать. Как-то все легко. У нас там, друзья, параллельно, если что, на Инфэндос выиграли 2-0 свою серию. Ну, а здесь забирают. Энчантрос очень быстро. Вот она, лассо после двинка. Минус еще одна Т3. Бараки падает. Плана на сейф нет, банально. Тимана даже не хочет хрона ставить. БКБ прожал. Отпугнул у нас Терроблейда. Ну и окей, потеряли БКБ. Они же сейчас вернутся. Брайл-то не закончил. Не договорил. Еще 3 минуты у него есть в запасе. Да, на иллюзии чуть позарились. Даже ее разбили. Пала старается будет кого-то забрать. Ари размяли. Пытается Беттика добрать. Шанкс наливает ультимативное. Постали хроносферу под его персонажем. И почти Квапу добивает. Боб выживает. И Лухи так разворачивается. Тимана разбивает ему лицо. В итоге в поймали Визаджа. ТБ наливает. Пала все еще борется до конца против Тимана. Тимана выживает. Пала стянется. Подтянется. Есть Сандер. Поэтому он начинает агрессивно драться. Поймали Андерлорда. Должны его даже здесь в теории убить. Хотел я сказать. И возвращается Брайл. Начинает наливать. А там Виз путягивает его во своясь. И даже не добили Андера. И проблема в том, что мета сейчас ТБ заканчивается. Виз вернется. Лишак будет в уловы. И надо уходить. Экзакрэйшн цепляет ТБ. ТБ без Андера. ТБ без БКБ. ТБ ничего не может сделать. ТБ умирает ТБ без Байбека. Это будет падать еще одна сторона у коллектива Экзакрэйшн. Цепляет также Тина. Господи. Слушай, мне кажется, они сейчас GG просто пропишут. Потому что... Ну а что тут делать? Ну ладно, ладно. Нет. Нет. Они не сдаются. Они не сдаются. Ты посмотри. Коффа продолжает толкать линию в боте. ИНЧа толкает линию в миде. Креп скипает как-то. Но так или иначе страна действительно упала. Остается только одна. Вопрос. Пойдут ли в трон? Потому что когда пуль-то есть у ТСМ. Пойдут ли они в Т4? Так и что? Егис есть. Если что, можно погибнуть. Пойти вот сейчас на троне. И ману восстановить себе. Ну он на мешоке покупает. Брайл купил дизоль просто в конце игры. Чтобы быстрее здание поломать. GG. Да. Ой. 2-0. 2-0. По драфту. Да. Выиграли на стадии драфта. По-другому никак не скажешь. То, что мы видим, это... Это было на вашем экране. Окей. ДСМ. Ну, вторая карта у них прям совсем бодра. Слушай, 32 на 9 и не заканчивают эту партию. 0-0.25 на Веспе. Как тебе такое? Нормально. Классический... Как называется? Задрот на Веспе, получается. Бустер. На шарике. Бустер. Бустер на суппорте, да. Получается так. Как Йонт, кстати, который сидит у нас в аналитике. Можете заглядывать как раз-таки на первый канал, чтобы поглазить на него. Ну, я так скажу, если честно, я удивлен. Я думал, что в этой серии будет 1-1. Вот. Я ждал от экзекрэйшн большего. Но как-то вот... Ты знаешь, я... Вот опять же, я не могу сказать, что... Хотя нет, ладно, могу. Есть вопросы к их игре, справедливости ради. Но в первую очередь, самое главное, это драфты. Потому что, я думаю, что невооруженным глазом можно понять, что драфты ребята немножечко... Ну, как это можно выразиться? Проигрывают на драфте прям игры, да. Тяжело, тяжело. То есть, когда у тебя драфт хуже, закономерно ты проигрываешь. Потому что, ну, и... Как играть? Непонятно, да. Поэтому... Надо что-то фиксить. Ну, ладно. В любом случае, это первая игра. Обидно только то, что это первая игра, наверное, чуть ли не против самого... Ну, может, так неправильно говорить, но давай так. Против не самого сильного оппонента, да. Потому что, если мы посмотрим на группу А, у нас там кто есть? Энтити, у которых конфетно-букетный период сейчас будет, к ним пришел Гэбби. Да, может быть, это игрок в прошлом первой позиции. Но, так или иначе, это игрок тир-1 уровня, который показывал себя очень неплохо. И да, он будет играть на 3. Но я думаю, что Гэбби найдет подход. Мы уже не первый раз наблюдаем, как у нас игрок первой позиции пересаживается на тройку. И, в принципе, во многих случаях это выглядит неплохо. Да, у нас такие игроки на турнире присутствуют. Дальше у нас, соответственно, есть Астер, которые тоже являются не мальчиками для битья. У нас есть Ликвид, который вообще фаворит. И, мне кажется, группа безоговорочная, я думаю, у кого не спроси. И у нас есть Виртус Про, которые, да, может быть, там и проигрывают сейчас серию. Хотя еще пока непонятно. Но это тоже не мальчики для битья. Это крепкая команда. Это топ-4 нашего региона. А наш регион, я бы не сказал, что сейчас самый слабый. Я бы сказал, что у нас регион довольно крепкий. Вот что я могу сказать. Будем посмотреть. Игр очень много. Смотреть есть за кем. И самое важное, наблюдайте внимательно. Потому что ваша команда может победить, а может проиграть. Сегодня будет очень много доты. Так что далеко не уходите, не переключайтесь. Мы к вам совсем-совсем скоро вернемся со следующей парой. Ну а пока что небольшая рекламная музыкальная пауза.